О дизайне не стоит говорить, его надо видеть. В Чувашском государственном художественном музее работает 5-я международная выставка дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного искусства Шубашкарт-15. Участниками фестиваля в этом году стали художники из России, Дании, Израиля, Канады, Белоруссии и Польши. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. В этом году международная выставка дизайна посвящена сразу нескольким важным событиям. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году литературы в России и Году Константина Иванова в Чувашии открыла фестиваль фолл-группа Дуняша Стайл. Участники фестиваля смогли увидеть коллекцию дизайнерской одежды «Каникулы в деревне». Пластья для отдыха и народные костюмы продемонстрировали ученики школы модельного агентства. По словам модельера Зинаиды Маштановой, идея создания коллекции совместно с дизайнером вышивки «Рина Ежергеной» была взята буквально из бабушкиного сундука. Сочетать современный покрой одежды с этническими элементами в шитье оказалось не так уж и трудно. Современная одежда сочетается с вышивкой. То есть это в принципе все мировые звезды сейчас одеваются вышитые вещи. То есть поэтому нисколько не сложно. Дизайн как понятие комфорта, удобства и уюта существовал во все времена. Но именно сейчас он, по мнению специалистов, переживает второе рождение. Картины, авторские плакаты, инсталляции, так называемые умные вещи, они окружают нас повсюду. Если было такое выражение раньше популярное, что красота спасет мир, я так думаю, что, наверное, сегодня правильнее будет говорить, что дизайн спасет мир, потому что дизайн создает красивые, удобные вещи. В экспозиции представлены работы призеров и победителей таких конкурсов, как «Россия. Третий путь. Золотая блоха. Дизайн плюс дебют». Участники выставки современного плаката «Поэзия плюс дизайн» привезли в Чебоксары лучшие авторские экспонаты, посвященные юбилейным датам Михаила Лермонтова и Владимира Маяковского. Особенную гордостью организаторов фестиваля вызвал тот факт, что на выставке есть работы учеников профильных вузов России. Уже состоявшиеся художники отмечают, что студенческие проекты достойно выглядят на фоне произведений зрелых мастеров. Ведь подобные мероприятия, по большему счету, проводятся ради них, чтобы молодое поколение дизайнеров росло и развивалось. Неформальное открытое общение в среде профессионального сообщества рождает новые идеи и оригинальные решения. Вы знаете, подобные фестивали проводить очень важно, чрезвычайно. Во-первых, это фейерверк, праздник. Это такой сгусток творческих идей, которые мы черпаем друг у друга. На одной площадке художественного музея собраны все самые интересные произведения зарубежных российских чувашских дизайнеров, архитекторов и художников декоративно-прикладного искусства, выполненные в течение последних лет. Здесь будут интересны не только знатокам, но и дилетантам от искусства. Мария Леончик, Игорь Зверев, Республика.